Несколько лет назад, если не сошибаюсь, то еще в преснопамятное время правления царя Бориса, царя Бориса Николаевича Ельцина, был как бы объявлен национальный конкурс на идею, на нашу, национальный конкурс на национальную идею. Вот странно это как-то сочетается, эти слова, но тем не менее их произношу. Я скептически отнесся к этому предложению, оно все время воспроизводится, оно все время повторяется. Потому что национальную идею нельзя придумать, нельзя ее высосать из пальца. Национальная идея, она предельно органичная, она вынашивается веками, в ней находят отражение как бессознательное народа, так и то, что им осознанно, осмысленно через культуру. И вот я тогда уже подумал, с определенным скепсисом и сомнением, что вот эти поиски как бы искусственно произвести, поиски направлены на то, чтобы искусственно создать национальную идею, они заведут в тупик. И тогда я понял, что не нужно искать национальную идею, ибо она у вас уже есть. И ее выдвинул Сергей Радонежский. И о ней я буду сегодня говорить. Говорить подробно и глубоко. Ну вот я уже вспомнил сегодня Сергея Радонежского. В начале нашей встречи я говорил об Александре Свирском. Давайте вернемся к тому событию, которое произошло 500 лет назад у нас здесь в Карелии. Или как бы это называется? Русская идея Сергея Радонежский, Северная Гаваида. Я постоянно буду обращать ваш внутренний взор в наш Север. Ибо именно с Русским Севером я связываю свои надежды на возрождение России, на ее подъем. И я это сегодня все постараюсь объяснить, обосновать. И так 500 лет назад на реке Свирь просиял фаворский свет. Мы его называем нетварным, несказанным, неглаголемым, нерекомым, неизреченным, невечерным. Это свет особый. Это свет не физический, не тот свет, который изучает физики, который является частью электромагнитного спектра. Это свет божественный. У нас на Русском Севере широко практиковался так называемый Иссихазм. Иссихазм. Иссихазмами были Сергей Радонежский, Александр Свирский, Павел Обнорский, Кирилл Белозерский. Я не буду читать всех имен. Это святые нашего Русского Севера, святые всей Руси. Что такое Иссихазм? По-гречески Иссихия означает безмолвие. Бог в своих предельных глубинах невыразим. Адекватно подержение Бога молчание. Бог несказуем. Вот отсюда и это выражение свет несказанный. Наши человеческие слова не могут передать адекватно сущность Богу. Адекватно Богу тишина. Поэтому старцы Иссихазм называются еще молчальниками, называются еще безмолвниками. Вот их учение Бога на нас состоит из двух частей. Первая часть. Сущность Бога непостижима. Сущность Бога скрыта в священном сумраке. Характерное выражение священный сумрак. Это то, что иногда называют апофатической тьмой. Апофатика это отрицательное богословие. Богословие, которое говорит о Боге на языке отрицаний. Бог это не то, не то, не то. Бог это не то, что нам доступно. Бог это не то, что нам известно. Бог вне аналогии. Бог вне параллелей. А Боге надо молчать. Но это молчание глубокое. Это молчание несущее в себе бездонные значения. Но это одна грань. Это одна часть учения. Другая, наиболее для нас сегодня интересная. Бог благ и Бог открывается людям через свои нетварные энергии. Бог распахивается как бы. И вот эти энергии пронизывают мир. Одна из энергий это фаворский свет. Их этих энергий много. Энергия любви. Настоящей, высокой, чистой любви. Когда человек любит, он становится богоподобным. Это энергия жизни. Энергия витального порыва. Это энергия вдохновения. Высокого, вожественного вдохновения. Так вот, фаворский свет. Свет несказанный. Наши старцы, в том числе и Александр Северский, владели практикой, духовной практикой, выходить на этот свет. Вот представьте себе. Наша северная река, это пускай будет свирь. Келья. Келья отшельника, монаха Исихааста. Он совершает так называемую умную молитву. В общем-то, она похожа на индусские мантры. Я это сравнение провожу очень смело, потому что опыт Индии был усвоен и исламом, суфизмом, и христианством, и сихазмом. Это все нормально, это обмен между культурами. Хорошо. Вот он потребует эту умную молитву непрерывно, даже во сне. Даже во время каких-то акций, связанных, скажем, с трудовым процессом, с приемом пищи. Он, второе, как это говорят, опускает ум в сердце. Это очень сложно грядать. Дело в том, что наш разум, это сильное, конечно, средство познания мира, но разум это то, что рационально. Разум это то, что, в общем-то, ну, можно понять и объяснить. А сердце ведь оно безотчетное. Сердце – это интуиция. Интуиция глубже, чем рациональный канал. Интуиция, наитие. Поэтому надо разум опасить сердце и выходить Богу не через голову, а через сердце. Так или иначе, но старец видит в некоем туннеле, это туннель внутри него, точку световую. Он на эту точку движется. Это движение, конечно, особое, но это именно движение, мудреннее движение. И он с этим светом соединяется. Вот, соединение с божественным светом. Вот будьте внимательны. Бог – это великое единство. Бог не дробится на какие-то фрагменты. Бог всегда целостен. У Бога много энергии. Но каждой энергией Бог присутствует целиком. Целокупно. Часть равняется целому. Да здесь вообще слово «часть» даже не применимо. Но если я его применяю, так только в интересах дидактики. Когда Исихас входит в этот световой поток, то он становится Богом. Происходит так называемый теозис, обоженье человека. Это высшая цель христианства, о которой у нас не часто услышишь. Об этом я говорил в прошлой лекции. И сейчас еще раз повторяю слова Аганасия Александровичского. Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом. Помните мои лекции про Рождество, и я эту линию развивал. Лекций Александрович и другие наши старцы осуществляли это воссоединение с Богом воссоединение, которое называется синергией. Синергия. Вот два важнейших понятия Исихасма. Теозис, обожжение человека, синергия, взаимодействие духа энергии человека и Бога. Их воссоединение. Вот это настолько грандиозно, это настолько прекрасно, это настолько высоко. Какому-то Александру Сивирскому этот фаворский свет явился через Святую Троицу. Это уникально. Это единственный случай в истории христианской церкви. Вы помните то, что произошло на горе Фавор. Мы празднуем день преображения 6 августа по-старому, 19 по-новому. Вот у меня книжка лежит «Преображение», там Тамара Ивай изобразила это великое событие. Когда Христос явился своим ученикам со стороны именно своего божественного начала. Христос – это Бога-человек. Собственно говоря, в этот момент преобразился не в то, чтобы сам Христос. Христос всегда был Бога-человеком. Скорее всего, открылись глаза у апостолов. Скорее всего, преобразилось их сознание. Они увидели то, что обычно от нас скрыто. Так вот, фаворский свет, сияние Троицы – это благодать. Благодать – это и есть нетварная энергия Бога. Наши старцы северные выводили эту благодать в мир. Старец ищет уединение. Он анахарет. Анахарет – это поиск пустынной жизни. Это отказ от общения с людьми. Это самозамыкание. Старец должен от мира разрешиться, отказаться от него, преодолеть его. Это как бы один полюс его души. Но, с другой стороны, он призван любить людей. Он призван их спасать. Значит, он должен идти в мир. Хотя ему это может быть и очень тяжело. И скажу прямо противно. Мир-то лежит во грехе, во зле. Вот это два полюса. С одной стороны, тяга к уединению, к полному отказу от мира, к аскезе. А что такое аскеты? Это были великие аскеты. Это полное преображение к плотью. Это, если хотите, не то чтобы имитация смерти, а какая-то форма смерти. Конечно, не полная смерть здесь. Но это ты умер для мира, умер для всех. Вообще, это монастырь, он эту цель ставит перед теми, кто туда приходит. И видите, вот диалектик, вот это противоречие, великая противоречие. С другой стороны, ты обязан помочь людям. Наши старцы, начиная с Сергея Радонежского, постоянно испытывали это колебание. Вот читаешь «Северные жития», вот это Батилл слышит постоянно. Так хорошо, ты вышел на нетварный свет, это твоя личная заслуга. Иссеказм персоналистичен. Иссеказм связан с личностью человека. Об этом еще я скажу. Но ты должен этим светом поделиться с людьми. И ты его вводишь во мне, и этим светом пропитывается все окрестное пространство. Северный Фаваида. Я сейчас о ней расскажу. Что такое Северный Фаваида? Это огромное пространство. Печора, там на Кольском полуострове. Извините, пожалуйста, Беченок на Кольском полуострове. Печора, там уже близко к Уралу. Свирь у нас на юге, Петеречье. Это огромное пространство. Но мы знаем, что Иссеказм широко практиковался на горе Афон. Афон мы ассоциируем с понятием Иссеказма. Так вот, наш Северный Фаваида – это огромный Афон. Огромный Афон. Это вообще особая земля. Нет такой большей земли нигде в мире, как у нас. Вот мы это должны осознать. У нас было много монастырей, основанных по Заветам Сергея Равничества. У нас было много скитов. И везде прокритиковался Иссеказм. Везде выводился в мир благодатный свет. Поэтому русский север, он напитан этой благодатью. Насыщен ею. Эта благодать неуничтожима. Ну, вот Соловки. Там могли быть концлагеря, там могли быть страшные тюрьмы. Там над людьми издевались. Но все равно благодать там была. И она и сейчас есть. И вот русский север – это, если хотите, аккумулятор благодати. Несчерпаемая запаса благодати для настоящего и для будущего. И мы должны это с вами помнить. Так вот, Александр Сверский – это один из последователей Сергея Равничского. Уже поздний последователь, конечно, они во времени не могли пересечься. Северная Фавида была осознана Сергеем Равничским. Сейчас я об этом расскажу. Первым его учеником, самым любимым, был Кирилл Белозерский. Кирилл Белозерский пошел на север через Ростов Великий. Основал Кирилл Белозерский монастырь. Другие его ученики – Павел Лавнорский, Сергий Норомский, Дмитрий Прилуцкий, который не был прямым учеником, но общался с Сергием. Хорошо его знал и чтил. Вот он основал Прилуцкий монастырь под Вологды. Это как бы первое поколение. Потом было второе, третье поколение. Вот этот великий процесс рассияний, идей Сергея Равничского, Брусского Севера, он завершается на Деодоре Юрьевгорском. Это святое, о котором я вспоминал. Но еще раз хочу вспомнить. Это Юрьевгорский монастырь, это Карелия, это Волозерский парк. Я сейчас очень много занимаюсь именно Юрьевой горой. Вот в этой книжечке моя большая статья. Юрьева гора в панораме Северной Филоиды. Это был удивительно святой, но лучше о нем как-то специально, отдельно поговорить, вот о наших святых. Северная Филоида. Какова была ее, если говорите, программа? Я не боюсь этого слова здесь, вот, как-то это слово использовать, оно адекватно. Да, это была программа, да, это была установка. Сергей Радожжевский пришел к удивительной мысли. Эта мысль и есть русская идея. Сергей Радожжевский сказал, что люди должны жить по образу и подобию Святой Троицы. Ну, давайте вот сейчас думаем в эти слова, в эту установку. Мы знаем, что человек создан по образу и подобию Божьему. Это подобие, оно дается нам как бы на вырост. Это пока потенциальное богоподобие. Богоподобие, но не богоравенство. Вот, старцы наши, они поднимались на ступень богоравенства. Это уже совсем другой уровень, совсем другой горизонт. Мы богоподобны. Мы созданы по образу и подобию Божьему. Но почему мы забываем, что наш Бог – это Святая Троица? Мы все-таки думая о Боге, мыслим его слишком монотеистично, как что-то абсолютно единое, абсолютно однородное, абсолютно гомогенное. Честно говоря, мы мыслим Бога по образу Иеговы – это иудаизм, или Аллаха – это ислам, или даже Брахман – это индуизм. А наш Бог – Троица. Значит, мы с вами устроены по образу и подобию Святой Троицы. Почему об этом мы забываем? Такой Сергей Иванович сказал, что надо стать зеркалом Святой Троицы. Надо ее гармонию воспроизвести здесь, здесь, в дальнем мире, в мире, где есть и смерть, и болезни, и раздор. Вот это русская идея. Но пока я дал ее общую формулировку, а сейчас я буду ее раскрывать очень подробно и глубоко. Вот я сразу буду брать курс на глубину. Что такое быть зеркалом Святой Троицы? Но давайте с вами, прежде всего, попробуем разобраться в самом этом понятии Святая Троица, в этом догмате. Кричальная формула, она была уже известна давно, она и в Евангелиях звучит во имя Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа. Но само понятие Троицы возникло только во II веке, а закрепилось в IV веке во время Великих Вселенских Соборов. Три ипостаси. Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Принципиально новое учение о Боге. Принципиально новая концепция Бога, отличающаяся от всех других образов Бога. А я уже некоторые из них назвал. Это и Иегова, это и Аллах, это и Брахман. В чем отличие между Святой Троицей? Ну, я буду брать для примера, скажем, индуистского Брахмана. Вот давайте сравним. И вот это сравнение, оно имеет огромное значение сегодня. Сегодня, сегодня, так. Вот два идеала, два образа высшего начала. Брахман, как единое, и Святая Троица, как единство во множестве. Путь к Брахману – это путь мистики, восточной мистики. Давайте попробуем вспомнить, как этот путь проделал Шанкара. Я уже не раз вспоминал это имя. Это IX век. Это великий философ Адвайта Веданте. Адвайта – это комментарий к ведам. Веды – священные книги Индии. Их возраст где-то около 5000 лет, наиболее ранних вед. Адвайта – означает недвойственная веданта. Корни – это знакомые. Веда – ведать. Наш русский корень, вполне русский, стал хотя бы санскритский корень. Адвайта – а, через из отрицания, два недвоящиеся, недробящиеся солнцезные веданты. Вот Шанкара идет к Брахману. У него встречаются два препятствия до пути. Первое – мир есть множество. Он хочет выйти на единое, на единого Бога. А ему мешает вот этот кайдоскоп, бытия. И он говорит – мир весьма, мир не имеет никакой ценности. Дальше он выходит к Брахману. Брахману – это мистический подъем, это мистический экстаз. Остается два – я и Брахман. Но это два, а нужно одно. И тогда мистик отказывается от своего «я», тогда он отождествляется с Брахманом и как бы в нем исчезает. И кончается этот экстаз воскресанием. Я – Брахман и отключение. Ну, аналогичный опыт мы видим в суфизме. Я – Аллах, говорит Халлаж. Я – Дао, говорит Даос. Это разные термины, но суть здесь одна. Ты исчезаешь в едином, и ты в нем перестаешь существовать. Твое «я» растворяется в этом Абсолюте. Что мы видим в данной системе ценностей? Первое. Мир не имеет никакой ценности. Мир – это иллюзия. Мир – это мираж. Зачем его изучать? Зачем накапливать материальные ценности, если они иллюзорны, если они фантомны? Второе. Личность тоже не имеет никакого значения, никакой ценности. И личность есть иллюзия, и личность есть мая. То есть, во имя, воссоединение с едином, мы теряем и мир, и теряем себя. Это очень сильное учение, и оно обладает магической силой, гипнотической силой. Оно как воронка затягивает себя. И не секрет, что многие тоталитарные секты используют эту энергетику единого. Я лично считаю, что надо пытаться с едином как-то войти в контакт, но вернуться назад. Не исчезнуть там. Это очень рискованные опыты, это очень сложно. Ну вот, давайте сравнивать. Я сейчас сравниваю два пути. Вот это самое главное, что можно сейчас сказать о Боге, что мы знаем. Есть все-таки два пути. Вот развил, великий развил, великая дикатомия. Первый путь – это путь восточной мистики. Я сюда включаю и суфизм исламский. Второй путь – это христианство. Троица. Троица. Это единый Бог. Безусловно, единый Бог. Но это единое во многом. Три лица. Три лица. Три личности. Бог един. Но это единство осуществляется в некоторой множественности. И это здорово. Вот это уже ново. Давайте вернемся к образу единого как такового, к Брахману. Что можно сказать о Брахмане? Ничего. Ведь в едином нет частей. Если есть частя, то это уже множественность. В едином нет никаких противоположений. Никаких раздвоений. Единое не может двигаться, потому что движение тоже порождает множественность. Единое есть ничто. Единое – это нуль. Это хорошо понимали великие философы, которые говорили, что Бог, вот в контексте восточных мистик это есть нуль. Это есть великое ничто. Таинственное, бездонное. Естественно, что с таким абсолютным общаться невозможно. Он никогда никого, ничего не слышит. Он лишен каких-либо признаков, атрибутов. Но мы же молимся, да? Если мы молимся, мы рассчитываемся на то, чтобы нас услышали. Так вот, догма Святой Троицы чем замечательна? Он не дает, не дает ни Богу, ни миру, ни нам с вами пропасть в этой бездонной воронке абсолютной ничтойности, абсолютного единства. Стыд плотина, препятствующая этому соскальзованному ничто. Бог христианства, это Бог соборный. Троица это уже собор. Это уже собор, это три. Три лица. Вот как изображает их Бетхозаветная Троица. Это извод Андрея Рублева, Рублевский извод Святой Троицы. Что здесь главное? Вот три ипостаси. Это три лица, они не схожи друг с другом. Только Бог, Отец не рожден. Только Бог Сын рожден. Только Бог Святой Дух исходит от Бога. Нерожденность, рожденность, исходимость. Три качества, три признака. Индивидуальных признаков. Это гениально. Это великий подход к идее Бога. Увидеть в Боге не только единство, но еще и множественность определенную. Определенное разнообразие. В Троице есть разнообразие. А поскольку три лица – это три личности, то, естественно, мы должны ценить личностное начало. Чего Восток, конечно, не примет никогда. Восточная мистика. Больше того, я считаю, что личностное начало – это одна из нетуарных энергий Бога. Когда мы личности, то мы в себе проявляем Бога. У нас Бог живет. Живет. Животное – не личность. Там Бог, конечно, присутствует, как витальная энергия, но присутствие через личность – это высшая форма присутствия. Правильно? Да. Поэтому нужно стремиться быть личностями. нужно культурировать разнообразие людей, разнообразие вкусов, разнообразие характеров, разнообразие стилей. Это обязательно так. И грязи это поощряет. Значит, первое отличие. Наш Бог – это не просто единое, а единое во многом. Наш Бог диалектичен. Это диалектика. Два момента противоположных здесь соединились. Второе. Бог – творец. Бог создает мир. И, конечно, он в этот мир вкладывается. Конечно, как художник он на этот мир накладывает свою печать. Поэтому мы говорим, что мир, созданный Богом, – это мир Софииный. София – божественная премудрость. И она, эта Софийная премудрость, божественная премудрость, она пронизывает материю, пронизывает и вещество, и поля. София присутствует в каждой бабочке, в каждом цветке, в пчелиных сотах. Софийное начало присутствует в наших трудовых операциях, в тех инструментах, которых мы создаем. В инструментах целесообразных, практичных. Вот эта мудрость труда, мудрость культуры – это все от Бога, все через Бога. Это значит, что мы должны мир ценить. Да, в мире много дизьянов. В мире есть энтропия, рост хаоса. В мире есть смерть. Это результаты грехопадения. Но это поправимо. Можно мир расправлять, и нужно мир расправлять. И человека нужно исправлять, как часть мира. Это и есть задача преображения. Это и есть установка на преображение. Конечно, преображение может мыслиться, как прежде всего, и должно мыслиться, как событие космическое масштабное. Наверное, одномоментное. Это великое преображение. Но есть и малое преображение. Когда мы уже сейчас преображаем из себя и мир, внося в мир новую красоту, новые смыслы, новые значения. Причем, значения, конечно, положительные, добрые, светлые значения. Видите, две разных системы ценностей. Если я исповедую Единое, Брахмана, Дао, Аллаха, то я пренебрегаю своей личностью. И пренебрегаю миром. Если исповедую Троицу, то наоборот. Я считаю, что я должен быть личностью, потому что мой Бог – это личностный Бог. Я хочу подчеркнуть, что абсолют, Брахман, он безличен, он анонимен. Там нет лица. Какое лицо? Лицо – это уже разнообразие. Ведь лица должны друг от друга отличаться, правильно, да? А в едином нет никаких внутренних различий, отличий, диверенциаций, поляризаций. И второе. Мы должны любить мир. И мы должны стараться этот мир улучшить. Нельзя спасаться в одиночку. Нужно спасаться соборно и вместе с миром, самое главное. Это совершенно неправильная линия. Она, кстати говоря, иногда очень четко проявляется в католицизме. Что наш мир безнадежен, что надо бросить его, оставить. Вот будет новая земля, новые небеса – это неправильная линия. Наш мир – софийный мир. Да, он болеет вместе с нами, но мы должны вместе выздоравливать. Вместе улучшаться, совершенствоваться. Надо мир любить. Это прекрасная философия. Прекрасно. В мире много красоты, в мире много гармонии, в мире много софийности. Почему же мы должны от него отказываться? Преображение – это преображение именно нашего мира. Только так. Вот первое, что я хочу сказать в связи с русской идеей. Мы выбрали Святую Троицу. Это значит, что мы должны ценить человеческую личность, не загорепощать ее, не нивелировать, не обезличивать, а наоборот, помогать ей раскрываться. Это христианство, это философия личности, прежде всего. Второе. Мы должны родить о нашем мире. Любить его, жалеть его. Хорошо. Теперь давайте осмотримся в Святую Троицу. Вот мы поняли преимущество христианского пути перед, скажем, путем восточной мистики. Троица. Очень долго человечество пыталось понять то, что заложено в Святую Троицу. Эти поиски были особенно напряженными в первых веках христианства. Максимум это напряжение достигло в IV веке. Тогда появился ересиарх, ересь, арий, который дал свою концепцию Троицу. Хочу заметить, что в общем-то вот догма Святой Троицы, он получил окончательную проработку, окончательную я даже не буду так говорить, но все-таки каноническую уже форму он получил, только в 395 году. Это первый Никейский собор. Никейский собор, там, с Константином, вот как раз Константин Великий уже принял христианство, и Византия стала христианским государством. Скажу прямо, тогда, тогда церковь еще не владела философией Святой Троицы. Поэтому было много ереси вокруг этого понятия. Жалко, что я забыл принести две свои книжки. У меня вот есть книжка «Вселенские соборы», и вот как-то плохая память стала у меня. Есть книга «Ересиархи». «Вселенский собор осуждает ересиархов». Семь северенских соборов, они осуждают семь рас разных ересиархов. Будет и Ферапонтов, это наша северная Гаваида, это рядом, недалеко от Вологды, Ферапонтово монастырь, где фрески расписал наш Дионисий, и там есть семь фресок, семь северенских соборов. И я хочу сказать о том, что вот ереси, они были очень полезны для церкви, как некая затравка, как некий фермен для дискуссии. Ну да, вот уже тогда, в начале 4 века, церковь так приблизительно владела идеей того, что три ипостаси, они как бы вот, ну как сейчас мы скажем, равночестны. что эти три ипостаси, они вот должны браться как равноправные ипостаси. Но это еще только-только намечалось, это только-только брежло. И вот появляется Арий, появляется Арий, которая дает такую концепцию Святой Троицы. Слушайте внимательно. Арианская ересь. И как раз в борьбе с этой Арианской ересью и кристаллизовался догма Святой Троицы. Он говорит, что вообще-то настоящий Бог, это Бог-Отец. Бог-Отец. Я хочу заметить, что ведь понятие Бога-Отца, это понятие, вообще-то христианское. Правильно, да? Ведь Бог Ветхого Завета, это просто Бог. У Него нет Сына. Ветхий Завет, конечно, полон предчувствиями Мессии. Но идея богосоноса там, конечно, она там присутствует, конечно же присутствует, но она не проявлена. Новый Завет проявляет эту идею. Так вот, Ария говорит, что подлинно вечен, вечен только Бог-Отец. И вот в вечности Бог-Отец, когда ты не был отцом, качество отцов, тогда качество приобретенное. Наступает момент, когда у Бога появляется Сын. И Он тогда становится отцом. Но как трактуется появление Сына Ария? Мы говорим, Бог-Сын рожден Богом-Отцом. Рождение. Чем мы отличаемся от Бога-Сына? Тогда мы тоже так называем себя Сынами-Божьими. Называем правильно, но условно. Условно, да? Мы сотворены. Мы не рождены Бога, мы сотворены им. Человек сотворен Богом. Так. Это несколько разные вещи. Рождение. Когда Бог рождается, Он целиком в Сыне присутствует. Правильно, да? Как бы сказали мы про наше человеческое уже отношение плоти отхлоти. Правильно? Да, хотя у Бога нет плоти. Естественно. Но Бог воплотился Бог-Сын все-таки на земле. А что такое творение? Бог творит мир из ничего. Это самое-то единственное, что может быть, это творение из ничего. Это абсолютно разные вещи. Рождение и творение. Так вот, Ария утверждает, что Бог-Сын не рожден Богом-Отцом, а сотворен им тоже сотворен из ничего. Понимаете разницу? В общем, получается субординация. Субординация. Что такое субординация? Это лестница. Есть высшая и низшая. Высшая ступень это Бог-Отец, средняя ступень это Бог-Сын, и нижняя ступень это Бог-Святой Дух, исходящий от Христа. Вы понимаете, вы понимаете, в чем дело? Эта конструкция, эта конструкция, она как возникла и почему она возникла? Я ее не оправдываю, но я пытаюсь понять, почему этой конструкции нельзя было избежать. Вот она как бы необходима должна была появиться, она и появилась. Объясняю. Ария не смог, как и многие из нас, адаптироваться к вечности. Есть мир вечности и мир времени. Вот давайте наш мир времени осмыслим, опираясь на вполне понятные нам категории. Отцовство в нашем мире. Отец в начале, правильно, да? Сын позже. Сын или дочь, не важно, дитя, да? Это временное отношение. Раньше, позже. Другая линия анализа. В нашем мире Бог-причина, то есть отец-причина, дитя следствие. Правда, да? Но причина в начале, следствие потом. Вот тут самое главное, вот эти темпоральные или временные отношения. Раньше, позже. До, после. У нас есть часы, у нас есть календарь. Но, дорогие друзья, вечность не знает этих временных различий. В вечности нет фаз прошлого, настоящего, будущего. Вечность это всегда. Это вечно и сейчас. Вы понимаете меня, да? Принципиальное различие. Что сделал Арий? Арий нашу земную логику, логику предито-следственных отношений, логику временной последовательности, спонсировал на вечность и получил конструкцию вполне понятную нашему разуму, нашей голове, но искажающую картину реальности. Поэтому на Никейском соборе сполошились и стали говорить о том, что все три ипостаси совечны друг к другу. Совечны. Вот это великое слово, совечны. Она образована по аналогии со словом современно. Когда я говорю, что три ипостаси совечат друг к другу, то это означает, что и Бог Отец, и Бог Сын, и Бог Святой Дух были всегда. Там не было временной последовательности. Там не было временного ряда. И быть не могло. Это вечность. Мы все время об этом забываем. Я убежден, вот так между нами говоря, что многие вполне искренние христиане и сегодня являются арианами. потом же так привычно мыслить. Вначале папа, потом дитё. Но это наша семья. Это наши человеческие отношения. Это наша человеческая биология. Это физика времени. Это физика причинности. Это то, чего вечности нету и в помине. Такой Дикийский собор, он как бы начинает нас адаптировать к вечности. Три ипостаси совечно друг к другу. Бог рождает Сына в вечности. Не было такого, чтобы Бог Отец не был Отцом. Он всегда был Отцом. Троица не разворачивался во время. Об этом тоже очень много говорили Ресиар. Я в следующий раз принесу книжку в Вселенский собор, а там это все подробно написано. Эти елисы крайне интересные, полезно изучать. Давайте прежде всего это прочувствуем. Если мы хотим подражать Святой Троица, если мы хотим раскрыть свое богоподобие, то мы должны думать о Вечности. Должны элементы Вечности переносить в наш мир. Временной мир, темпоральный мир. Это очень здорово. Это сильнейшая установка. Вечность не знает энтропии. Вечность не знает тления. Элементы Вечности не присутствуют в нашей любви, в нашем творчестве. Чем больше Вечности у нас, тем лучше, но мы ее не можем удержать. Она нам достается малого количества, небольшими дозами, но надо это наращивать, надо это увеличивать. Это наше призвание подтягиваться к Вечности, прорецировать Вечность на мир времени. Мы же говорим про вечную любовь, мы говорим про вечные ценности, а что, это пустые слова? Есть вечная любовь? Есть. Есть вечная красота? Есть. Есть вечная жизнь? Есть. Только надо жить вечностью, дышать вечностью. уже сейчас в мире времени. Это первое. В Троице три ипостаси совещают друг к другу. Три ипостаси равночестно друг к другу. И вот третий век. Египет. Паюнский Ан-Азис. Южная Фиваида. Недалеко город Филы. Египетские Фивы. Там появляются два великих человека. Антоний Великий. Вы хорошо его знаете, потому что есть повесть Лабера, Искушение Святого Антония. Есть лимитая картина Босха, Искушение Святого Антония. И другой святой Апохомий. Его знаем хуже. Несправедливо. Это два столпа монашества. Южный не встречается, но в субботу это делается обычно. Но главное это полное уединение. Пахомий вот это имя России должна помнить. У нас на севере было немало церквей в честь Святого Пахомия. А сейчас он забыт. Несправедливо. Пахомий основатель общежительного монашества. То, что любил Сергей Ратришский. Кеновия. По-гречески Кеновия это общежитие. Если хотите коммуна, я не буду это слово использовать. что в идее коммунизма много хорошего и доброго. Я имею ввиду здоровый коммунизм. А не ту патологию, которую мы знаем по опыту нашей несчастной страны. Так вот Пахомий основывает первые общежительные монастыри первой Кеновии. Закладывает начало великой традиции. Вот ему было явление Святой Троицы. Одно особо. Оно как бы стоит в стороне. Он увидел на горизонте три луча. Три столпа святовых. Эти столпы имели одинаковую длину. И вот церковь интерпретирует это видение как явление Троицы, указывающее на то, что три ипостаси равно честны. Равно честны, помните, да? Это великий принцип. Бог Отечества, он вроде как бы старший, да? Ну, в каком-то смысле да, но это не субординация, это не подчинение старшему и младшему. Субординация устроена так, что в ней одно равняется трём, а три равняются одному. Вот это математика Святой Троицы, великая математика. Одно равняется трём, три равняется одному. Это математика другого мира, это математика вечности. У нас так не может быть, но мы к этому должны стремиться. Но в семье это может быть в хорошей семье. Вот у меня книжка здесь Аура, там изображена семья, как троица изображена. Могут быть три, вот мать, отец, дитя, как одно. Конечно, могут, если там есть любовь. Любовь эту математику реализует уже сейчас, и мы можем этой математике вторить, её воспроизводить и ей подражать разумно и целесообразно подражать этой великой математике, где часть равняется целому, а целое равняется частью. Хотя я эти слова употребляю условно, ибо троица не делится на часть, она едина всегда, хотя и трех ипостас. Вот эти три столпа стоят перед моим умственным взором. Итак, троица три, ипостаси равноправны. И, наконец, следующий ключ, я как бы раскрываю вам содержание этого догмата, понимания троицы, потрясающее словосочетание, потрясающее, троица нераздельное и неслиянное. Вот два слова, нераздельное и неслиянное. Я послал так, в этих двух словах вершина мудрости достигнута человечества. Это пик, кульминация. Сколько здесь заложено смыслов, это вообще бездна. И обратите внимание, ведь это понятие противоположное по своей семантике. Нераздельное это значит вместе, это значит одно, неслиянное. Значит, три лица не сливаются в какое-то усредненное, как это сказать, в что-то усредненное, нивелированное, не смешиваются. Не смешиваются. Обратите внимание, что в этих двух словах заложена великая диалектика. Дилектика это учение о противоположниках. Дилектика это учение противоречия. Да, троица противоречива. Но это прекрасное противоречие. Как устроен наш рассудок? Наш рассудок не любит диалектику. Как мы хотим мыслить или нераздельное, или неслиянное? Вот наша формула. Или нераздельное, или неслиянное. Мы любим однозначность. Здесь этой однозначности нет. Здесь вместо разъединительного союза или используется союз соединительный и. и нераздельное, и неслиянное одновременно. Это парадокс. Это парадокс. В поэтике есть такое понятие аксюмаран. Аксюмаран это столкновение противоволожных смыслов. Белая ночь. Это аксюмаран, потому что мы считаем, что ночь должна быть черной. Или стихи Ахматовой про сельско-сельскую сатую. Как ей весело грустить такой нарядно обнаженной. Как это весело грустить? Как это нарядно обнаженная? Сталкиваются противоволожные значения. Великий прием стилистики. Так вот, христианство это огромный аксюмаран. Бога человека. Понятие аксюмаран. Я об этом говорил на лекции про жительство. Так? Нераздельная исленная троица это тоже типичнейший аксюмаран. и самый мощный, самый яркий, самый гениальный аксюмаран. Вот я думаю так, каждый человек на земле должен думать над этими словами. Сложно говоря, все мудрое, что есть на земле, выводится из все мудрое, все хорошее, что у нас достигнуто, вот как-то связано с этой диалектикой. Хотя нам это не сознается. Итак, троица нераздельная и не слиянная. Это значит, что троица, вот они, эти три ипостаси, они суть одно. Их нельзя разделить, их нельзя обособить, их нельзя заработать.